Вы здесь снимаете квартиру? Как снимаете? Снимаете? Нам вы можете написать объяснительную? Сегодня этим студентам придется писать объяснительные, хотя с их стороны никакого нарушения нет. Парни просто снимают квартиру и живут здесь полгода. А вот хозяин, предоставивший жилье, нарушает налоговое законодательство. Он зарабатывает деньги и не платит налог. Нарушителя пришлось вызывать, но на появление в его квартире сотрудников налоговой службы он отреагировал спокойно. С налогового управления здесь, говорят, это жильцы снимают квартиру? Да, снимают. А вы зарегистрированы у нас налогу? Нет? Нет. Нет? Нет. Получаю подписание. Таких, как Обзал, в Темиртау множество. И все они, говорят налоговики, мыслят примерно одинаково. Я думал, как обычно, как раньше, сдавали квартиру. И все в общем. Как весь город, да, я же квартиру. Я даже в первый раз вот слышал об этом. Теперь хозяину этой квартиры предстоит не только зарегистрироваться в налоговых органах как частному предпринимателю, но и заплатить внушительный штраф, размер которого определит суд. Но минимально этот штраф составит порядка 35 тысяч тенге. В данный момент составляется акт тематической проверки по нарушению ст. 357.1 Кодекса об административных правонарушениях. Там составляется протокол по нерегистрации в налоговых органах, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в налоговых органах. По данным налоговиков, сегодня в Тимиртау сдают в аренду более 400 квартир. Многие квартиросъемщики делают это нелегально, то есть не платят налог с прибыли. 70% из них налоговыми органами уже проверены. На сегодняшний день из 432 сами встали на учет 38. Встречаются и те квартиры, которые сдают безвозмездно, то есть своим родственникам. Сегодня на сдаче квартиры в наем тимиртаусцы зарабатывают хорошие деньги. Все это давно превратилось в бизнес. Чтобы выявить таких бизнесменов, налоговики проверяют все источники информации. Объявления в газетах, в соцсетях, а также жалобы, поступающие на телефон доверия. Кроме того, они тесно работают с участковыми. Теперь, говорят стражи порядка, такие рейды будут проходить в городе каждую неделю. Анна Калинина, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.